Сегодня у нас очень важное собрание, и я хотел бы, чтобы вы открыли свои сердца и услышали, что Дух Святой говорит сегодня к нам. И я хотел бы вначале открыть вместе с вами Евангелие от Луки, 20 главу. Это знаменитая история, где нашего Господа Иисуса Христа пытались выставить политически неблагонадежным человеком, опасным для существующей политической системы того времени в Израиле. Конечно же, просто-напросто с ним конкурировали, это был лишь повод, но тем не менее, вот Лука, 20 глава, 20 стих. И наблюдая за ним, за Иисусом, подослали лукавых людей, которые, притворившись благочестивыми, уловили бы его в каком-либо слове, чтобы предать его начальству и власти правителя. И они спросили его, учитель, мы знаем, что ты правдиво говоришь и учишь, и не смотришь на лицо, но истинно пути Божию учишь. Позволительно ли нам давать подать кесарю или нет? Он же, уразумев лукавство их, сказал, что вы меня искушаете. Покажите мне генарий, чье на нем изображение и надпись. Они отвечали, кесаревы. Он сказал им, итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие – Богу. До сих пор исследователи Библии спорят, какой же смысл в словах Христа. То ли в словах Христа тайный призыв платить кесарю той же монетой, потому что ведь кесарь пришел с насилием. Вот и вы кесарю кесарево, как бы насилие на насилие, да? Призыв такой, тайный призыв к революции. То ли наоборот, Иисус пытался пойти как бы на соглашательство с оккупационной римской властью и говорил, не занимайтесь там политикой, платите спокойно налоги, не парьтесь, главное – служите Господу. Но вот то, что мы здесь видим, несомненно. Смотрите, Иисус призвал нас не смешивать вот эти две сферы – политическую и духовную. Знаете, мы живем с вами в мире, где постоянно какие-то политические дрязги, противоречия. Вот у нас уже скоро выборы. И в нашей церкви есть люди, которые приверженцы разных кандидатов, да? Один за одного, другой за другого. Вот почему мы говорим, что да, имейте свою гражданскую позицию, имейте свои политические взгляды. Но на домашних группах, на собраниях мы не обсуждаем политические взгляды. Мы не спорим друг с другом, какой кандидат лучше. Мы здесь молимся Богу, чтобы воля Божья была в жизни нашей страны. Это не значит, что мы не должны заниматься политикой. Это не значит, что среди христиан не могут быть политические деятели. Это говорит о том, что вот то, что нас объединяет здесь – это духовный поиск Бога и жажда познавать всемогущего Творца. Понимаете? Среди последователей Иисуса были люди с разными политическими взглядами. Там был, мы читаем, Симон Зилот, да? Симон Зилоты – это были такие еврейские националисты, которые говорили, что надо нам свергнуть эту проклятую римскую власть. То есть они были такие вот бунтари, да? В то же самое время среди последователей Иисуса был Матфей, который был мытарем. То есть еврей, который работал на римскую власть, собирал для них налоги. То есть мы видим, люди из совершенно разных политических лагерей пришли к Иисусу, и здесь они объединились. А в чем же было их объединение? А в том, что всех людей, независимо от того, какое у нас с вами образование, какие у нас политические воззрения, но нас всех с вами объединяют вопросы о смысле жизни, о том, что есть истина, да? Знаменитый вопрос Пилата. Нас объединяет вопрос о вечности. Вот это то, что нас здесь соединяет. Не то, что типа вот мы только этим занимаемся, другим нет. Просто всему свое время, да? Кесарю Кесарева есть свое время. Богу Божие точно так же свое время. Иисус призвал нас не смешивать эти вещи. Когда люди пытаются тащить в духовную жизнь, в политику, а в политику там какие-то духовные вещи пытаются там привносить, получается то, что как бы все не так, как должно быть. Богу Божие, Кесарю Кесарева. Сегодня я хотел бы с вами поговорить о двух сферах, которые точно так же современные люди часто смешивают. И не просто смешивают, а пытаются противопоставить одно другому. Я прошу, чтобы мне на сцену вынесли такое наглядное пособие. Братья вынесут два наглядных пособия. И сегодня мы с вами поговорим о двух храмах. Но это не храм первый там, храм второй. А это два храма. Можно подальше расставить, братья? Это храм веры и храм науки. Вот, храм веры и храм науки. И можно еще, братья, два стулья, да, поставьте? Два стулья. И, может быть, двоих братьев, которые были бы... У нас есть кто-нибудь ученый здесь? А вот, уже нашли одного. Хорошо. Вот, посмотрите, ты будешь ученым, а ты будешь, Олег, мракобесом-проповедником. Хорошо? Ну, в принципе, играть и не надо. Вот. Я вам вначале, как бы, чтобы мы определились вообще, что такое наука, что такое вера. Дам два определения. Они такие немножко такие, ну... Ну, не из Библии, короче, они. Из энциклопедии. Ну, тем не менее, понять не так сложно. Смотрите, что такое наука первая, да? Храм науки. Наука – область человеческой деятельности, направленная на выработку и систематизацию объективных знаний о действительности. Основой этой деятельности является сбор фактов, их постоянное обновление, систематизация, критический анализ. И на этой основе синтез новых знаний, обобщений, которые не только описывают наблюдаемые природные явления, но и позволяют построить причинно-следственные связи. Те гипотезы, которые подтверждаются фактами или опытами, формулируются в виде законов природы. То есть, что делают ученые, да? Они собирают все, исследуют, там, всякие опыты ставят, наблюдения, там, в телескопы, там, наблюдают, за светилами, в микроскопы, там, за бактериями всевозможными, собирают всевозможные данные, анализируют их на основании каких данных, там, какие-то выводы делают, обобщают, какие-то теории выдвигают, проверяют эти теории, перепроверяют, устанавливают, в чем причина, в чем следствие. И, в конце концов, возникают какие-то научные знания, там, законы природы. Все так-то, так-то и так-то, вот так-то все устроено. Правильно же, да? Вот. Теперь, казалось бы, тут все понятно, что такое вера, но все равно я дам тоже определение из энциклопедии. Вера — это признание чего-либо истинным, независимо от фактического и логического обоснования. То есть, смотрите, сразу же, да, там факты, там логика. Здесь, когда нет фактического и логического. Почему? В силу самого характера отношения человека и объекта веры, то есть субъекта и объекта. Отличительной особенностью познания веры является приверженца в принципам диалогичности. То есть, все построено не на исследованиях, не на логике, а на диалоге. Кого? Субъекта человека и объекта веры. Кого? Господа. То есть, некое внутреннее взаимоотношение. Согласно которой субъект веры, Олег Казанцев, активно соотносит самораскрывающийся объект веры Бога с собой. То есть, что он может понять, что он может узнать о нем. В этом смысле, религиозная вера отличается от научного знания не тем, что она не аргументирована, а по способу получения и обоснования своего знания. То есть, из самих определений и циклопедий мы понимаем, что это не то, что что-то одно хорошее, другое плохое. Одно правильное, другое неправильное. Это разные совершенно сферы. Говоря, знаете, так обобщенно, здесь больше действует разум, который там что-то исследует, логические цепочки строит, анализирует, синтезирует, приводит к выводам, перепроверяет, что-то подтверждается, что-то не подтверждается, что-то выдвигается, что-то опровергается. То есть, вот этот постоянный процесс познания, там, аргументов, исследований и прочее, прочее. Здесь по-другому. Если здесь разум, тут больше работает сердце человека. Когда ты понимаешь, что ты изучаешь, ну, не листики, не животных, ты изучаешь что-то, что больше всего и лежит словно за пределами всего мира, великого трансцендентного Господа. И как ты можешь его познать? Только то, что он может дать тебе, только то, что он может раскрыть для тебя. Это некий внутренний диалог. И ты понимаешь, вот он не столько здесь идет, потому что еще пророк Исаия говорит, что не ваши мысли Божьи мысли, да, Бог говорит через Исаию, как небо выше земли, так мои мысли выше ваших. Когда мы пытаемся с Богом наравне вести, но это, знаете, все равно, что профессор математики будет общаться с первоклассником. Ну, о чем они могут поговорить? Первоклассник еще таблицу умножения не твердо знает. Точно так же, поймите, наша разница в нашем разуме и разуме Господа, она несопоставима. Поэтому, что мы можем тут понять? Что мы можем тут осознать? Что мы можем тут исследовать? Ну, как это может, поймите, ну, как может муравьишка исследовать человека? Да, как может человек исследовать Господа? Это некое внутреннее взаимоотношение между нашим сердцем и Господом, между нашим Духом и Духом Святым. И это приходит тоже через опыт. Но если здесь опыт чисто материальный, то здесь опыт духовный. Если здесь больше работает наш разум, здесь работает наше сердце. Если здесь больше ставится вопрос, как это все, как это работает, как это устроено, как это все функционирует, то здесь другой вопрос. Почему? Зачем? Для чего все это? Зачем я пришел в этот мир? Зачем я здесь живу? Зачем я умираю? Что ожидает меня в вечности? То есть, понимаете, это совсем другие вопросы, которые не исследовать с точки зрения нашего разума или логики. Здесь мы можем только познавать от сердца к сердцу. От нашего сердца к сердцу Господа. Но тем не менее, с каждой стороны возникают фанатики. Есть фанатики ученые, которые считают, что вот они правы, все неправо, там все устарело, там мракобесы одни сидят. Есть фанатики верующие, которые считают, что ученые, колдуны проклятые. Все зло из-за колдунов этих ученых. Все там бациллы они там понапридумывали, пораспустили. Не нужна вообще наука. Ничего не нужно. И храм веры на сегодняшний день, и храм науки, такое ощущение, что вот ты должен выбирать на чьей ты стороне. Либо за кесаря, либо за Бога. Либо ты кесарю кесарево даешь, либо Богу Божье. Это никак не совместить получается. То есть пытаются делать так, что либо ты современный человек, ты поклоняешься в храме науки, знанию, изучаешь его. Либо ты человек несовременный, ты в прошлом живешь, ты там в Господа какого-то веришь, не принимаешь современные знания. Вообще такой человек не 21 века, а такой отсталый, кто-то такой из средних веков. И я, драгоценный, хотел бы вам сегодня показать, что в действительности, спасибо, нет никакого тут противоречия. И прежде всего, вот давайте начнем с храма науки. Вот смотрите, современная наука возникла из науки средневековой. Средневековая наука развивалась в христианском русле. То есть, в принципе, современная наука, она во многом базируется на христианстве, на христианских ученых. В то время, в средние века верили, что поскольку Бог творец, сотворивший мир, то мы, изучая творение, через это познаем Творца. Вот. Сегодняшняя современная наука во многом, она как бы становится в оппозицию к вере. Сегодня наука претендует на то, что она сакральна. Почему я даже специально написал храм науки, вот такое выражение, сакральна. И такое ощущение, что именно вот теперь из храма науки должна проповедоваться истина, как раньше из храма веры. Нет, сегодня здесь истина. Здесь должна быть проповедь. И все современные люди должны вот в этот храм ходить. И там знанием знанием поклоняться. Вот. И когда я смотрю на это, вот у меня возникает ну непонимание. Думаю, ну почему, ребята, вы такие самоуверенные-то? Ну почему вот вы решили, что вы все знаете? Вот вы ученые, вот с чего вы решили? Вот в древнем мире как считали, что земля устроена? Как вы считали? На черепахе. На черепахе. Правильно? А на ней слоны. А потом земля. И кто так не верит, тот мракобес. Правильно же? Ну потому что это научные знания. А на чем еще должно быть, как не на слонах? Кто больше слона-то? Понимаете же? Научно все доказано. Вот. Вот на слонах, да? Потом все там менялось. И при Аристотеле, что вот земля это центр, да? Центр, и все должно быть вот вокруг земли, да? Другое знание, да? Вот. И потом, что это уже Галилео Галилей, когда что? А все-таки она вертится, да? И там пошло, что все-таки центр не земля, а солнце есть, и солнечная система. Потом говорят, да какая солнечная система? Этих солнечных систем вообще столько много, и наша далеко не самая большая. И там галактики, и там всевозможные, всевозможные, там столкновения всевозможных галактик, да? То есть, и то, что сегодня утверждают ученые, ну, как быть уверенным, что завтра они скажут, это все была ерунда, сегодня нам по-новому все открытое. Понимаете? Ведь, хотя храм науки надменно сегодня возвышается над храмом веры, но что интересно, в храме науки сегодня очень многое именно по вере. Почему? Ну, потому что мы так верим. Так верим. В 19 веке еще верили, что самая мелкая частица, из чего все состоит, это что? Атомы. Атомы верили. А в 20 веке стали изучать, оказалось, да нет, оказывается, есть еще мельче. Атомы состоят из нейтронов и протонов, да? А те, и это еще не конец, а там еще есть кварки, которые какие-то сгустки энергии с дикой скоростью вращаются вокруг вакуумной пустоты, и тут возникла квантовая физика, квантовая механика, и там уже такое, что мы понимаем, с атомами что-то они ошибались. Понимаете, о чем я говорю, да? Ну интересно, как об этом будут судить в 22 веке, они будут говорить, знаете, в 21 веке они еще думали, что там кварки, какие наивные, смешные люди думали. То есть, я к чему говорю? Да потому что знание все время часто развивается, что-то отвергается, что-то, что-то, что-то оставляется. Это процесс, где постоянное издвижение, постоянное какое-то, постоянное какое-то развитие. это не говорит о том, что храм науки не нужен. Сегодня у нас благодаря науке очень-очень много благословений нам Бог дает, как это ни странно, через науку. У нас есть и телефоны, мы ездим на машинах, не на лошадях, у нас одежда, которая невозможна была бы без достижений науки. Правда же? Я вот хочу вам показать один небольшой ролик с ученым, который я очень люблю смотреть. Это профессор Санкт-Петербургского университета государственного Татьяна Черниговская. И вот маленький кусочек из ее интервью, которое она дала на одном из наших телевизионных каналов. Давайте посмотрим. Скажите, как вы лично думаете, есть ли жизнь после смерти? Я уверена, что есть. Есть. Я отвечаю на этот вопрос так же, как на предыдущий насчет свободы воли. Если все заканчивается тем, что просто вот все это распадается на это возмутительное, оскорбительное для нас и для нашей цивилизации история. И пусть меня атеисты все простят, но я, честно говоря, просто не понимаю, как им удается продолжать жить. Если они считают, что все после этого тривиальнейшим образом рассыпаются на какие-то кванты. А знаете, я не первый раз уже сталкиваюсь с тем, что атеистические теории, совершенно атеистические, они работают на уровне учебника. То есть в таком... Профонизированном. Вот Дарвин, обезьяна, большой взрыв и так далее. Но когда только... Или мозг работает, химические реакции происходят, все. Это и есть наше сознание. Но когда начинаешь углубляться в любую науку, оказывается, что Дарвин никогда не говорил о том, что человек... Это абсолютно точно. ...произошел от обезьяны. Оказывается, что ученые не знают, как на самом деле произошла Вселенная. И оказывается, что нейролингвисты не нашли в мозгу того места, где живет я. Да, это правда. То есть некоторые философские вопросы, они, конечно, наша наука очень много дала нам в практическом смысле. Она накормила нас, одела. И мы ни в коем случае не должны отказываться от науки или провозглашать там... Что вы? Это лучшее, что мы умеем. Она лечит нас, продляет нашу жизнь. Это прекрасно. И, наконец, она несет нам абсолютное знание, что, между прочим, не стоит пренебрегать. Да, да. У нас же не только ложки и вилки нужны. Она будет в нас любознательность. Да, конечно. Ну, конечно. Безусловно, наука это прекрасно, наукой надо заниматься. Но она не снимает автоматически некоторых экзистенциальных философских вопросов. Вы знаете, если посмотреть на биографии крупных ученых, то процент людей, ну, никто не считал этот процент, это я так условно говорю процент, но, тем не менее, количество людей, которые при этом люди верующие, очень высок. И это удивляет. Между прочим, Гайзенберг, который Нобелевский лауреат 20-го года по физике и один из основателей квантовой механики, уж кажется, физик, да, который смотрел в глубь вещества, он замечательные слова сказал. А именно, первый глоток, цитирую, по-русски только, первый глоток из стакана естествознания делает из нас сатеистов. Не нужно забывать, что на дне стакана нас ожидает Бог. Это говорит Гейзенберг, понимаете, это не старушка на уровне. Видите, она здесь говорит о том, что в действительности не было бы у нас вот этих всех вещей, однако она говорит о том, что вот когда там она приводит одного известного ученого, в пример, который сказал знаменитые слова, говорит, когда ты отпеваешь глоток науки, ты становишься атеистом. То есть маленькое знание, оно часто делает тебя атеистом. Но, говорит, когда ты выпьешь все, ты видишь, что там на дне был Бог на самом деле. И вот эти попытки, знаете, противостать. Вот сегодня очень много, особенно вот в интернете, на ютубе, всевозможных таких каналов, где молодые ребята такие, которые уже все знают, они все знают. Он уже целый год уже читает одну книжку, и он понял, что Бога вообще нету. И как Довлатов шутил однажды над одним поэтом, который, говорит, написал стих о любви, закрыл тему, да. И вот все ждали, когда наконец он появится со своим знанием и всем все объяснит, всем все растолкует. Вы знаете, я иногда при всем уважении и при всем том благословении, который к нам приходит через науку, иногда так забавно наблюдать, когда там какие-нибудь молодые ребята из научпока какого-нибудь, там они рассуждают. А вот, знаете, пять миллиардов лет назад, вот так-то, так-то, а вот через 10 миллиардов лет будет вот то-то, то-то и то-то. Я сижу и думаю, а почему через 10, а не через 12? Или через 50? Я понимаю, что для ученого нет разницы, его тогда точно не будет уже. И некому будет предъявлять. А ты же сказал, через 5 миллиардов, а что же там вот такое? Потому что вот люди сидят и говорят, поймите, есть исследователи, есть испытатели, благодаря чему у нас есть электричество, там есть двигатель внутреннего сгорания, есть сотовая связь, а есть всевозможные гипотезы, есть всевозможные фантазии. Я вот специально попросил, чтобы мне принесли большую, я говорю, Лен, принеси нам из офиса какую-нибудь большую-большую книгу, толстую. Вот мне принесли книгу, я вам не покажу обложку, я просто открою, вот в любое место открываю и читаю. В свое время мечтательно-рыцарское настроение он решил перенести в сферу духовного рыцарства. Вместо военных подвигов, которые из-за болезни стали ему недоступны, он стал мечтать о подвигах духовных. Вопрос. Что за книгу я читаю? Ну, я понимаю, в чем суть-то? В том, что я прочитал вам ровно два предложения. И на основании этих двух предложений я предлагаю вам сказать, вообще, о чем книга? О чем здесь рассказывается? Что в начале, что в конце? Ты скажешь, Виктор, в смысле? Чтобы знать, о чем книга, нужно книгу прочитать. На самом деле, книга называется «Двадцать веков христианства». И я вам сейчас прочитал два предложения из биографии Игнатия Лайолы. Смешно, услышав два предложения, делать вывод о том, что ты знаешь все, что написано в книге. Так вот, драгоценные, точно так же. Сегодня, я даже думаю, не два предложения, не одно предложение, но и знание, сколько там наука вычитала. Проблема, вот вычитали бы и утверждали, а проблема, ну надо же еще вот дофантазировать всего. И не просто дофантазировать, в принципе, предположение, гипотеза, это нормально. Ну как вот без фантазии, новые какие-то теории выдвигаются. Но когда из своих теорий делается истина, вот только так, и никак иначе. И вот только так было. Такое чувство, что ты был прям пять миллиардов лет назад, наблюдал и сказал, вот, ребят, я вам все сейчас расскажу. Специально побывал, слетал, видел там, как галактики двигались, как сжимались, разжимались все эти все вещи, все пронаблюдал, сейчас внимательно меня послушайте, все вам расскажу. Но ведь такого же не было. Это ты придумал. Я не против послушать твои предположения. Это в принципе интересно. Но проблема, когда мы наши предположения, делаем истины в последней инстанции. Давай еще один ролик. Другой профессор. Это профессор Савельев. Тоже, думаю, известный многим у нас часто выступает. Человек, который всю жизнь изучает мозг. Психиатр. И вот тоже кусочек из его интервью. Кстати говоря, существует страшная вещь. В науке, в современной, очень многие вещи построены на недоказательной, на отсутствии фактов. Вот генетика, она на 90% построена на том, что надо верить в непроверенные базовые данные. Это почти новые религии, возникшие внутри, которая обладает фантастической разрушительной силой. Ну, к примеру, простой. Вот знаменитая программа, которая затратила, затрачена в США многие миллиарды долларов. Какая? Геном человека. Отлично. Весь мир проаплодировал, сказал, да. Так геном кого они сделали? Ну, во-первых, не весь, а только 9% от генома. Так, это для справки. Потому что 91% генома не исследован. И чем занимается у человека, неизвестно. Это раз так называемые непонятные или реликтовые некоторые называют ДНК. А вот эти 9% они исследовали. Причем, когда они исследовали, оказалась странная вещь. Причем она оказалась странной с самого начала. Еще когда не все 30 миллиардов были потрачены. А она оказалась странной в том смысле, что можно изучать геном только одного человека. то есть американцы за 30 миллиардов долларов реализовали программу, в которой изучили геном одного человека. То есть смысл биологический, медицинский в этой программе отсутствует начисто. Но существует вера в том, что эта программа даст огромный результат в Миннауке медицине. Программу закрыли почти 10 лет назад, завершив ее, так сказать, с помпой. И что-то не видно ничего в прикладной медицине, чтобы болезней стало меньше, чтобы найдены какие-то с помощью именно этой программы подходы, которые бы кого-то вылечили. Сейчас много других веров. Верований такого рода научных, это же люди самые трезвые должны быть, самые адекватные. Например, стволовые клетки те же самые. Опять вера. Во что? Чудесная клетка, взятая из толстого жирного брюха человека, жировая клетка, ее сажаешь в определенные условия, как Катерина Верфайл писала на своих сайтах в 2001 году, когда ей создали институт, в определенные условия сажаешь, ну, например, ты хочешь получить клетку мозга. Мозги размолол, добавил в чашечку, и все, и клетка жира превращается, жировая клетка превращается во что в клетку мозга. Это на чем-то обосновано? Нет. Это чистое верование, потому что любая проверка показывает, что эта клетка просто наестся той ткани, которую к ней добавят, поэтому потом можно выявить внутри нее вот эти вот самые пузырьки, содержащие съеденную недавно ткань. Они сами верят в эти вещи. Вот в чем дело. Они верят в стволовые клетки. Понимаете, вот здравый смысл, опыт человечества и имеющиеся данные, точные, о том, что клетка человека после того, как в яйцеклетку попал сперматозоид, может поделиться 50-55 раз. Это называется ограничение пролиферации клеток. И больше никак не может потом смерть. Это известный факт, тривиальный, для первого курса института изучают. Представьте себе, что Катерина Вирфайл не знала, что не знали все эти тысячи людей, которые получали огромные деньги и писали об этом полторы десятка лет о клонировании животных. Невозможно. Но они в это верят. Они искренне верят. Я знаю многих век, которые искренне верят. Они верят, что можно выращивать органы. Как Хайфлик преодолеть, они не думают. Можно клонировать живот, но как можно клонировать было овцу, если взять из 6-7-летней овцы клетку из уха, у которой Хайфлик выработал, там осталось 15-20 клеточных делений, пересадив в яйцеклетку, и, значит, зародыш дожил бы до такого размера и умер бы от старости. Потому что число клеточных делений уже выбрано. Это та же самая вера присутствовала в начале 20-го века, когда изучали мозг с помощью коленного рефлекса. Условный рефлекс это, оказывается, основа сознания. А не смущало ли ученых то, что, например, Павлова, чтобы показать эту собаку свою, зачем ей хвост привязывать к палке и лапы? Да потому что условного рефлекса в чистом виде не существует. Это абсолютная абстракция. Но беззаветная вера его учеников в такую абстракцию привела к тому, что в Депи, в конце советской власти, уже начали изобретать рефлекс свободы. рефлекс свободы. Понятно? Не просто там колено, рефлекс свободы. И это писалось в официальных учебниках во всем. Это что такое? Вся эта вот эта физиология узколенного рефлекса, как я ее называю, она превратилась в религию, которая ничего не объясняет, ничего не дает для понимания работы мозга. Откинула нашу страну на десятки лет назад, но она превратилась в вероучение. Это вера. По принципу веры в науке, в политике организовано очень много систем. И видите, он показывает здесь, что люди науки, хотя они свысока посматривают на людей веры, на проповедников веры, в действительности у них, в их храме, тоже очень многое построено именно на вере. Вот что нужно вот так и так вот так, вот так и так. И они во многом являются самоуверенными, да, может быть, это на вере, но нужно так это все продвигать, так об этом объяснять, что, вы знаете, все дураки один он умный, все глупцы один он умный. Для чего? Мне тоже понравилось, вот Савельев здесь подчеркнул, смотрят люди науки на людей веры, как много раньше в истории денег уходило там на церкви, на веру, на всевозможные там религии, да, а им теперь хочется самим эти деньги, и они должны убедить людей, государства, что им нужны большие деньги, потому что они такие сейчас исследования ведут, что это всем нужно будет, в итоге там миллиарды и миллиарды приходят, в итоге потом оказывается, что это все не так, это оказалось мошенничество, и это было нужно только вот это им, самим им, да, те, которые исследуют. то есть я о чем говорю, несмотря на то, что через науку мы имеем много хороших, важных, благословенных вещей, тем не менее, там очень много веры, очень много бездоказательных вещей, очень много предположений, которые выдвигаются, вот так уверенно, 5 миллиардов лет то-то было, а 30 то-то было, а через 15 то-то будет, пойди, проверь, какими вы это опытами, а нет, мы там и вычислили по законам, а ты уверен, что эти законы миллиард лет были точно такие же, мы же ничего не знаем, ничего знаем об этом, но тут вот гонор, самоуверенность, высокомерие, все дураки, кто не считает так, как он считает, и это приводит к большим и большим проблемам, спасибо, теперь давайте, драгоценные, перейдем ко второму храму, да, ко второму храму, храм веры, да, да, и тут тоже свои люди, свои проповедники, часто тоже вера, вместо того, чтобы помогать людям строить диалог между сердцем человека и сердцем Господа, вместо того, чтобы наполнять свое сердце Божьим познанием, Божьей благодатью, да, Божьей истиной, вместо этого часто вера пытается тоже какие-то вещи решать, и говорит, вот Библия, 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 послушайте, Библия – это ненаучный учебник, вообще не цель Библии создать нам науку, Библия – это сборник рассказов о людях, которые искали Господа и переживали общение с Ним, Библия. Библия побуждает нас, что мы точно так же можем искать и переживать Господа, переживать Его милость и благодать. Иногда кажется, что Библия противоречит науке, но когда кажется, что Библия противоречит науке, то здесь, как правило, две вещи. Первая вещь – научные данные ложные, неправильные. Ну, например, ученый, который утверждал, например, в свое время, что там земля находится на слонах, слоны на черепахе, черепаха плавая, да, он мог говорить, как это так в Библии написано, в самой древней книге, входящей в состав Библии, в книге Иова написано, что Бог, Он, помните, повесил землю ни на чем. Ну, как ни на чем? Она же упадет, всем понятно. Она не может не быть на слонах, это же все ученые мира понимают, да, поэтому иногда противоречие, потому что, ну, научные данные неправильны, да, а иногда проблема по-другому, иногда кажется, что между наукой и Библией есть противоречие, но в действительности это, послушайте внимательно, не Библия ошибается, а наше понимание Библии неверно. я читал как-то высказывание очень интересного человека, был такой кардинал Белармин, он был в свое время в определенный период был главой инквизиции, и именно он выдал Галилео Галилею справку о благонадежности, то есть, то, что Галилей благонадежный, то есть, он был такой прогрессивный инквизитор, и он такую вещь писал, что если ученые говорят нечто об устройстве мира так, а Библия иначе, скорее, это мы просто неправильно понимаем Библию, то есть, если на самом деле что-то ученые говорят, и это не заблуждение какое-то, а нам кажется, что это противоречит Библии, то на самом деле это не с Библией противоречит, а с нашим пониманием Библии, не случайно, не случайно в Ватикане периодически проводятся съезды известнейших ученых мира, нобелевских лауреатов, где священство, ватиканское, католическое священство, они как бы корректируют свои взгляды, потому что они понимают, что вот у нас есть тоже какие-то свои стереотипы на Библию, да, свои стереотипы, но, наверное, один из таких стереотипов, это вот кажется, что, например, теория эволюции, да, о которых сегодня говорят, ну, большинство биологов в мире противоречит тому, что написано в Библии, а в Библии написано, что Бог создал мир там за шесть дней творения таким, какой он есть, да, и кажется, либо ты веришь в Библии в шесть дней, либо ты веришь в эволюцию, что все там шло миллиарды лет, но, если мы читаем с вами Библию, напомните мне, драгоценные, в какой день Бог создал светило? Не помните? Светило малое, светило большое, не помните, когда Бог создал? Четвертый. На четвертый день. То есть наше понимание суток, вот суток, день, появился на четвертый день, однако говорится о днях еще до этого, правда же? Первый день, второй, третий. Какие там были дни, если даже еще солнца не было? Более того, время, это довольно абстрактная вещь, что такое время, ну, трудно понимаешь, то есть ты в нем живешь, но как его понять, драгоценное, да? То есть мы видим, что люди, они рассказывали, вы понимаете, они рассказывали своим языком, ну, вот шесть дней, это просто шесть каких-то периодов, шесть каких-то периодов, за которых Бог все творил. Может быть, один период миллиард лет, может, может быть, один период двадцать четыре часа, может, да для Бога нет ничего невозможного, но не цель Библии дать нам научную картину мира, Библия показывает, Бог является творцом и создателем. С творцом и создателем есть немало известнейших, можете пока присесть, немало известнейших служителей, проповедников, которые являлись верующими в Библию христианами и при этом нормально относились к теории эволюции. Один из них священник русской православной церкви Александр Мень. Вот я вам прочитаю, однажды Меню во время беседы с людьми задали такой вопрос. Как вы относитесь к эволюционному учению? На что Мень ответил, я думаю, что для нашей веры в Бога практически безразлично, как совершалось творение. Каким способом? Из чего Бог создал человека? Лично я считаю, что из всех концепций происхождения мира к христианскому пониманию эволюционизм подходит больше всего. Я считаю, что из способов, законов, с помощью которых Бог творил мир, самые подходящие для всемогущества это закон эволюции. Бог создал такие закономерности природы, которые, работая по-своему, ведут мир к совершенствованию, то есть к цели, к созданию человека. Вседержитель означает, что Бог не только создал мир, но каждую секунду всегда присутствует в мире, подобно тому, как источник, постоянно порождая реку, присутствует в этой реке. Бог творит мир каждую минуту. В нас заложены бесконечные возможности, но человек современный на самом деле так же далек от подлинного замысла Божия о человеке, как австралопитек какой-нибудь, бегавший по саванне три миллиона лет назад, далек от Гёте или Толстого. Эволюция человека как биологического вида закончилась, началась эволюция духовная, она идет мучительно и трудно, как и всякая эволюция. Видите, Мень верил, что вполне возможно Бог создал жизнь, потому что, ведь поймите, ни один ученый не может доказать, эволюционист, как из неживого появляется живое. Да, там может быть какое-то развитие, но это может быть. Бог, но самое главное, откуда пришла жизнь, жизнь пришла от Бога, потому что Бог и есть эта жизнь. Бог дал нам жизнь, а каким образом эта жизнь здесь развивалась, драгоценная. Ну, Библия об этом нам не говорит, она уже показывает нам историю цивилизации человеческой. Возможно, эти периоды, 6 лет это были, там 6 миллиардов, там 60 миллиардов, да в принципе, какая нам разница, все равно на Земле мы никогда это точно не узнаем. Но важно понять, что все эти теории, они не противоречат, не противоречат Библии, не противоречат Священному Писанию, потому что в действительности Писание, оно не о том совершенно. Писание о других вещах, как мы можем, не просто там вычитав два предложения, да, судить о книге, как мы можем наладить внутреннее взаимоотношение с автором книги, с автором того, кто все здесь создал. И поэтому, когда я вижу либо ученых, которые там с гневом клеймят религиозное мракобесие, либо проповедников, которые клеймят этих колдунов, ученых, от которых все зло на Земле, я понимаю, что я не согласен ни с одними, ни с другими, потому что почему эти две вещи нужно сталкивать? Бог нам дал и книгу Священное Писание, Бог нам дал и природу, которую часто богослово называли второй книгой Господа, чтобы мы ее исследовали, чтобы мы использовали нам на благо. А Слово Божье, чтобы помочь нам найти взаимоотношение с тем, кто все создал. И это не тут происходит, это здесь происходит, в нашем сердце, в нашем духе, когда мы наполняемся Его любовью, наполняемся Его милостью и благодатью. Когда я переживаю общение со всемогущим Творцом, те откровения, которые я переживаю, они никогда не вступают в противоречие с наукой. Почему? Да они из другой сферы. Это все равно, что познание Бога в времена Христа вступало в противоречие с налогообложением. Кому платить подати? Правильно ли платить подати Кесарю? Это драгоценные, это дела земные, занимайтесь, исследуйте. Это все классно, это все хорошо, но есть в нашей жизни жажда, стремление к чему-то большему, познать вот это. И ты понимаешь, что разума твоего, сколько бы у тебя там не было дипломов, как бы ты не был образован, не хватит. Это происходит в сердце. И когда ищешь в сердце, то даже ребенок может это найти. Почему написано в Библии, что Бог утаил от мудрых и разумных и открыл кому? Младенцам. То есть людям с искренними и открытыми сердцами. То, что мы здесь с вами делаем, наша молитва, наша вера, поймите, среди нас могут быть и ученые, и естествоиспытатели, и исследователи, потому что эти вещи не вступают в конфликт друг с другом. Мы говорим о горнем, мы говорим о небесном, мы говорим о том, как внутри себя пережить милость, жизнь и благодать. И нету здесь настоящих конфликтов. Конфликты наступают только тогда, когда ученые часто свои гипотезы, свои теории выдвигают как истину в последние инстанции и начинают кремить всех. Он знает, никто другой не знает. Он это изучил. А ничего, что там, что тебе так кажется, что это лишь одно из предположений, что все может быть не совсем так. Нет, это надо так, нужно быть уверенным, нужно всех кремить. То есть за этим стоит гордость. И здесь точно так же драгоценное. Есть немало проповедников, которые ведут себя так, что он только что с Богом поговорил, Бог ему все сказал, и он точно знает, как правильно и как неправильно. Вместо того, чтобы иметь свой внутренний духовный опыт и побуждать людей к их личному духовному опыту, они опять начинают что-то додумывать, фантазировать. И возникают тут мифы вокруг Библии, вокруг религии, много всяких мифов, только так и никак иначе. Тут точно так же куча всевозможных мифов, куча всевозможных придумок, только так и никак иначе. И нету конфликта между верой и между наукой, есть конфликты только между придумками, между мифами, которые рождаются в головах у гордых людей, будь то ученые или будь то проповедники. Потому что в действительности мы можем познавать истину только обладая важнейшим качеством, о котором много написано в Священном Писании. Это качество называется смирение. И вот посмотрите, во Второзаконии написано 29 глава, можете еще присесть, 29 глава, 29 стих. Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века. Чтобы мы исполняли все слова закона сего. То есть Бог нам дал свое слово, чтобы мы его исполняли. Это слово о чем говорит? О том, чтобы мы не завидовали, чтобы солнце не садилось во время нашего гнева, чтобы мы прощали, чтобы мы любили не только друзей, но даже врагов. Вот о чем говорит слово. Вот что является нашей христианской практикой. И тут не нужно ничего додумывать там. А вот что эволюция? Да ты оставь это ученым. Это никак не вступает в противоречие с тем, что Бог создал эту жизнь. А каким образом она там развивалась? Каким образом это все шло? что мы это никогда не узнаем до конца? Да, это и в принципе для нас сегодня не так и является важным. Я помню, как один известный проповедник учил молодых проповедников, я тогда был, помню, молодым проповедником, он учил, говорит, есть три правила хорошего проповедника. Первое правило имей, что сказать. Второе правило скажи, что имеешь. Третье правило больше ничего не говори. Я думаю, что если бы по этому правилу жили люди, ученые и богословы, то не было бы конфликтов. Если бы у ученых вот это я исследую, вот это так, не надо ничего там понапридумывать. А если я что-то еще понапридумываю, то только как гипотеза. А никак истина, против которой никто не смеет идти, иначе ты мракобес. Да нет, есть предположение. То есть имеешь что-то сказать, скажи, что имеешь. Не надо ничего там больше додумывать, нафантазировать и добавлять к истине. Точно так же у проповедников. У нас есть у всех драгоценный свой личный, внутренний. У кого-то больше, у кого-то меньше. Но у каждого должен быть внутренний духовный опыт. Этот опыт, он совершенно уникальный. Этот опыт, который между тобой и между всемогущим Господом. И пока я пастор в нашей церкви, я буду делать все, чтобы у каждого этот опыт был, этот опыт развивался. Потому что, когда вы имеете этот опыт, вы увидите, что это настолько удивительное. Оно вообще не вступает в противоречие с наукой и прочими вещами. Потому что оно из другой сферы. Из сферы горни. Когда ты переживаешь Господа, переживаешь Его славу, потом, знаете, у тебя ум, он просто не может ничего этого даже до конца вместить. Ты просто это ощущаешь, переживаешь величие Господа. И у тебя возникают точно такие же чувства, как у апостола Павла, когда он излагал истину о спасении. Вдруг, вот он в 11 главе послания к римлянам, 33 стих, он словно прерывает свой текст, чтобы выразить восторг от Господа. И он говорит, о бездна богатства и премудрости и ведения Божьи, как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его. Ибо кто познал ум Господен или кто был советником Ему или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать, ибо все из Него им и к Нему. Ему слава вовеки. Аминь. И вот, знаете, настоящие ученые, вот знаменитая фраза Сократа, да, я знаю только лишь то, что ничего не знаю, но другие не знают и этого, да, вот, чем больше, по сути, ученые изучают, тем больше они понимают, да, что я знаю то, что ничего не знаю, ничего не знаю. И это нас приводит в трепет, и, знаете, в такую смиренную позицию. Нам Бог столько всего дал, ведь все, что делают ученые, они только это открывают, но ведь кто-то же все это, вот эти законы, вот эти все, вот эти, там, вот эти нейроны, вот это, это же кто-то все создал. Жизнь появилась, как она могла появиться. Это чудо, это чудо. И когда вот мы в смирении изучаем, что можем, там, электричество, какие-то все эти вещи исследуем, и не пытаемся делать выводы обо всем, но имеем внутри себя смирение, вот такая наука будет огромным благословением. Точно так же, и когда мы говорим о вере, да, я знаю лишь то, что ничего не знаю, чем больше я лично познаю Господа, чем больше я его постигаю, тем больше я, знаете, уходит осознание своего величия, я пастор, я тут епископ-проповедник, людей учу Бога любить, вот, ты вдруг понимаешь, что в действительности Бог такой великий, ты никогда не до конца не познаешь, ты никогда его до конца не поймешь, ты можешь просто соединяться с ним в сердце, это всегда в твоем сердце рождает одну вещь, смирение, смирение, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать, поэтому драгоценной нет никакого противоречия между верой и наукой, есть только противоречия между выдумками людей, между мифами вокруг веры и мифами вокруг науки, между самоуверенностью некоторых проповедников и самоуверенностью некоторых ученых, гордость с одной стороны, гордость с другой стороны, но когда мы с вами смиряемся пред Богом, мы понимаем, это две вещи, которые нам Бог дал, природу, чтобы мы изучали ее, и веру, Слово Божье, чтобы мы постигали его, и эти обе вещи для нашего благословения, и среди нас могут быть ученые, могут быть исследователи, испытатели, люди, которые занимаются в каких-то сверх, и они есть среди нас, и никогда их вера не вступает в противоречие с тем, что они изучают, не вступают, не случайно драгоценные, величайшие ученые мира в основном в истории, были людьми верующими, то есть их открытие, их исследование не вступали в противоречие с тем, во что они верили, и когда сегодня часто малознающие, такие амбициозные, молодые ученые пытаются тут не спровергать веру, христианство и прочее, это говорит лишь об одном, об их малом знании, об их ограниченности и об их гордости, поэтому драгоценное важно, чтобы мы были благословлены, и конечно через веру в наших сердцах, ну и конечно когда мы изучаем в нашем разуме, чтобы было благословение, поэтому у нас на молодежном служении, я побуждаю молодых людей, занимайтесь, исследуйте, это очень интересно, это мы изучаем Божье творение, но никогда изучение нашим разумом Божьего творения не заменит познание Господа в нашем сердце, одно и другое не протверишет друг другу, и нам нужно обе эти вещи, и всегда скажут Аминь. Господь всемогущий, я благодарю Тебя за Твою милость и Твою благодать, я прошу Божьего благослови каждого верующего в церкви, я знаю, мой Бог, Ты дал мне эту тему, потому что умы некоторых смущены, потому что некоторые вступили в противоречие с тем, с чем нет на самом деле настоящего противоречия, некоторые были обмануты, я молю, мой Бог, пускай Твой свет прольется на эту область и все встанет на свои места, благослови, Господь, молодежь церкви, чтобы они изучали, исследовали, благослови, верующий, Господь, который занимается наукой, занимается медициной, занимается психологией, занимается разными сферами, Господь, благослови их труд, благослови их исследование, благослови их работу, благослови их деятельность, Господь. Я также молю, мой Бог, благослови всех нас, Господь, чтобы помимо всего этого мы не забывали в своем сердце искать Тебя, не забывали, Господь, стремиться к Тебе в нашем духе, познавать Тебя, постигать Тебя, Господь. Благослови, Иисус, благослови, Иисус, Ты дал нам и сердце, и разум, Ты дал нам и дух, и рассудок, чтобы мы использовали все в свое время, чтобы все было на своем месте. Благослови, Господь, чтобы мы могли не быть обманутыми, чтобы мы были не запутавшимися, Господь, но Твой Дух Святой вел нас, и мы получали благословение как через разум, так и через сердце, чтобы мы делали дело на этой земле свое, исполняли свое призвание и одновременно в своем сердце познавали Тебя, соединялись с Тобой каждый день во имя Иисуса Христа. Благослови, Иисус. Иисус. ПОДПИСМЕНТОМИ